Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал Золото, Валюта, Богатство. Ситуация на рынке рубля требует срочного продолжения среднесрочного прогноза рубля к золоту и доллару, ну и соответственно золота к доллару. Поэтому я решил не делать отдельный ролик по гривне к рублю, тем более что практического смысла для большинства аудитории это в общем-то не имеет, поскольку фактически нет ни свободного оборота гривны к рублю, ни значимых экспортно-импортных операций. Поэтому гривны к рублю для российской аудитории это больше для кругозора и эрудиции. А для украинской или аудитории республик, политики которых собираются в той или иной мере повторить стратегическую линию бандеровцах, это можно воспринимать как примерную оценку возможных последствий такой политики. То, что вы сейчас увидите, крайне красновечиво и трактуется достаточно однозначно. Но не следует в этой динамике искать какого-то злого умысла или теории заговора. Ключием, конечно же, является динамика гривны к золоту. А она, в свою очередь, отразила то, что происходило в реальной жизни. Как вы помните, начиная с тринадцатого года бандеровцы, движимые мечтой о разворовывании бюджета, европейской халяве и кружевных трусиках, предприняли ряд действий, которые в первую очередь привели к потере российских рынков и удорожанию ресурсов, получаемых из России. Как мы видели в двух прошлых роликах, это отразилось в поэтапном падении гривны к золоту. А это, в свою очередь, отразило падение реальной покупательной способности гривны и обозначило потенциал будущей инфляции. Динамика гривны к доллару просто показала, что все обещанные западные ништяки поставят в долларовый и евровый кредит. Ограничат импорт украинской продукции на запад так, чтобы общий торговый трус и зерновой баланс был отрицательным. А потом за долги начнут забирать собственность и землю. Курс гривны к рублю просто отразил последствия потери российских рынков и быстрого нарастания торгового дефицита вследствие этого. Смотрим на график. Это стоимость гривны в рублях в годовых свечах с конца 90-х годов. Немножко не видно. Сейчас вот так вот приопустим график. По наше время. Прерыв непрерывных торгов за весь этот период конечно же не было. Поэтому на графике курс гривны к рублю любезно предоставлен Центральным банком России. Рост гривны к рублю в конце 90-х вот здесь отражал то, что кризис 98-го года сильнее, то есть более негативно отразился на экономике России. Далее со второй половины двухтысячных вот здесь вот сразу после первого майдана 2004 года начали появляться первые последствия настраивания бандеровской труса кружевной политики. В первую очередь начался инициативный разрыв кооперативных промышленных связей с Россией. Решения эти были инициированы западом и были политические. В первую очередь они были направлены на то, чтобы через разрушение цепочек поставок нанести как можно больше ущерб ВПК России. Огромное количество украинских предприятий было создано в советские времена как единый хозяйственно-промышленный комплекс с экономикой остальной России. Это был единый технологический цикл. Западные ЛГБТАСы раздали в кредит бандеровцам кружевных трусиков. Они все это начали ломать, но взамен ничего не создали. На Запад эту продукцию не пустили, там свои какие надо производители есть. В конце нулевых вот здесь вот негативную динамику гривны усилил мощный рост цен на ресурсы. Вторая половина нулевых годов. Причем, обратите внимание, упрощенно внешний для экономики Украины кризис 2008 года, вот здесь что он был, он был абсолютно идентичен кризису 1998 года. Оба кризиса в первую очередь выразились в сильном падении цен на сырье. Но если в 1998 году это привело к росту курса гривны к рублю, вот он, то в 2008 гривна по загадочным причинам к рублю упала. На самом деле загадок никаких нет. Ющенко завел в экономику забытных кредиторов и весь профит, который экономика Украины должна была получить от падения цен на сырье за долю маленькую, улетел к хозяевам Ющенко. С этого момента гривна начала выступать ресурсом для подпитки доллара. Как вы помните, выразилось это в том, что гривна в этот период быстрее рубля падала и к доллару, и к золоту. Азаров при Януковиче затормозил разрушение кооперационных связей и промышленного потенциала у СССР и слегка стабилизировал гривну через промежуток, через ограничение оттока капитала. Но Запад же бездонен в своей животной жадности и прожорливости. Поэтому в 2014 последовал второй Майдан. Вот он. И отток капитала на Запад с продажей земли и собственности за свежую напечатанную зеленую бумагу заколосился с новой силой. Вот его последствия. Плюс к этому добавилась политика по увлечению милитаризации экономики. С одной стороны это иммобилизационные расходы, которые на хлеб не намажешь. А с другой стороны это вело к дальнейшему ухудшению торгового баланса с Россией и нарастанию западных кредитов. В первую очередь ухудшение покупательной способности гривны в эти периоды мы с вами видели в ее падении к золоту в двух предыдущих роликах, посвященных гривне. Ссылка на последний из них сейчас на экране и в описании этого ролика под этим видео. Одной из основных причин падения гривны к рублю с начала двухтысячных, то есть вот с этого места, то есть со второй половиной двухтысячных, было постоянное ухудшение торгово-экономических связей с Россией. То есть это основная причина. Знаковой является коррекция гривны к рублю конца десятых годов, то есть вот этого места. Конец десятых, начало двадцатых. Как вы помните из двух предыдущих роликов, именно в период с пятнадцатого по восемнадцатый год, то есть примерно вот отсюда, вот из этого места, по восемнадцатый год, то есть в течение вот этого времени. В экономике бывшего СССР были произведены действия, которые предопределили дальнейшую очень высокую вероятность падения гривны к золоту и к доллару. Динамика гривны к рублю с шестнадцатого года, вот отсюда, до второй половины двадцатого года, отразила то, что гривна только сформировала подтверждение импульсности движения со второй половины двухтысячных годов, вот отсюда, то середина десятых. Вот он импульс. Раз, два и вот третья. Вот смотрите, коррекция 2022 года, вот она, в годовом выражении статистически значимо не доходила до минимума 2008 года. То есть в годовом выражении это, в общем, хорошо видно. Прорыв гривны к рублю вверх в начале 2022 года, вот здесь вот, чисто технически определялся недельной картиной с середины 2021 года, то есть вот отсюда. Подчеркиваю, этот рост гривны технически был предопределен картиной, технической картиной в недельном масштабе за полгода до СВО. Это означает, что Киевом изначально ставка делалась на военный сценарий, то есть на готовившийся разгон Донбасса с последующей дестабилизацией России. Это абсолютно очевидно. Гривна начала падать только во второй половине марта 2020 года. То есть вот здесь вот это падение началось. Вот отсюда. Когда стало ясно, что упреждающий удар России достиг цели, сорвал планы по военному разгруму Донбасса и очень велика вероятность мирного Стамбульского соглашения. Обратите внимание, что гривна к рублю негативно отреагировала, то есть начала падать не на начало СВО, то есть не январь, то есть не начало февраля, а на высокую вероятность мирных соглашений, то есть вторая половина марта. Тогда она начала падать. Пробой гривны во второй половине 2022 года, то есть это уже будет здесь, минимума 2015 года, то есть вот этого места, означал, что кратко и среднесрочные планы Запада ослабление России посредством Украины, связанные с его военным сценарием эскалации на Донбассе, уничтоженная российской армией в первой половине 2022 года. То есть вот здесь. То есть этот пробой показал, что этот сценарий поможет на ноль. Это означало провал попытки США военно-экономического блицкрига над Россией в 2022 году. События декоративного 2014-2020 годов, вот здесь, до боли напоминают схему, реализованную США в 90-х, начале 2000-х на ближнем острове отношениях Ирака. В начале 90-х США спровоцировали Ирак на захват Кувейта, но потом выбили из него Ирак. И это послужило поводом организации экономического и политического давления и блокады Ирака. Это давление и политико-экономическая изоляция в 90-х сильно ослабили Ирак. Потом провокация с башними близнецами для организации военно-политической экспансии США в мире. После этого клоунада США в ООН с пробиркой Колина Паула и начало агрессии в Ираке. Результат известен. Ирак до сих пор не может добиться полной самостоятельности и выйти на показатели экономики 90-х годов. По всей видимости, в отношении России планировалась примерно такая же схема. Организация Майдана была средством экспансии США и способом радикализации режима в бывшей ОССР. Радикализация привела к внутреннему гражданскому конфликту, что спровоцировало Россию признать объявленную Крымом независимость и впоследствии согласиться с волей его жителей о присоединении к России. Это позволило штатам начать организацию политико-экономической блокады России и готовить в военный сценарий ее поражения. Блокада получилась не совсем. А военно-экономический блицкрик Россия разрушила в первой половине 2022 года. Теперь центр тяжести противостояния России с Западом смещается в экономическую сферу. И военные действия в Северном Прочерноморье будут использоваться Западом в основном как фактор давления на экономику России. То есть Запад будет реализовывать стратегии максимального затягивания военной фазы конфликта с попытками усиления давления на экономику России и будет пытаться трансформировать их в дестабилизацию внутренней ситуации в стране. По текущей ситуации минимум гривны к рублю с наибольшей вероятностью будет где-то примерно не ранее 27 года. То есть примерно вот в это время. Этот минимум наиболее вероятный будет примерно в областях, показанных зелеными линиями. То есть примерно где-то в области от 0,5 до 2 рублей за гривну. Подробный анализ я приводить не буду по тем причинам, которые раньше сказал. Наиболее вероятным ближайшие 2-3 квартала для движения гривны к рублю является диапазон 2-3 рубля. То есть примерно вот это вот место на ближайшее несколько кварталов. Выход вниз из этой зоны, то есть вот сюда вот, будет означать улучшение позиции России в битве с Западом на Прочерноморском ТВД. Подчеркиваю, только на Прочерноморском ТВД. Этим дело не ограничится. Существенный статистически значимый выход из этого диапазона вверх, то есть вот куда-то вот сюда вот, будет означать усложнение позиции России и отдаление победы над Западом. Ключевых факторов, влияющих на положение России два – военный и экономический. На среднем и долгосрочном горизонте ключевым является политико-экономический фактор, поскольку именно он в конечном счете и определяет боеспособность армии и мобилизационные способности общества. Гривна к рублю является косвенным и производным от доллара инструментом. Основные события будут разворачиваться на динамике валют к золоту, на рынке сырья и в биржевых фондовых индексах. Подчеркиваю, что не курсы валют к золоту или между собой будут двигать событиями, и не биржевые значения фондовых индексов в верных валютах. Все будет определяться тем, в каком направлении будут смещаться соотношения в экономическом обмене между Западом и условным Югом и Востоком. На сегодняшний день ключевыми товарами Юга и Востока являются труд и сырье, а главным товаром Запада является финансовый капитал. Монополия на технологический капитал сейчас быстро разрушается, а потребность в логистических услугах, поскольку они в основном связывают Запад с Югом и Востоком, будет существовать настолько, насколько ими будет признаваться финансовая и технологическая роль Запада. С одной стороны, конфликт между Западом и условными Югом и Востоком имеет признаки классического марксистского конфликта труда и капитала, но с другой стороны, он имеет существенные отличия в этом смысле. В его глубинную экономическую суть мы лезть не будем, поскольку нас интересуют чисто практически результаты. То есть нас интересует то, как будут проявляться формы этого конфликта с точки зрения эффективного управления своими деньгами. То есть нас это будет интересовать с точки зрения форм, которые будут приобретать конфликт Запада с Югом и Востоком. И сейчас можно смело предположить, что форму этого конфликта можно назвать военно-биржевой в том смысле, что спор о пропорциях обмена труда и ресурсов на капиталы и услуги управления переходит в военную форму и существенным образом будет сказываться на биржевых ценах. То есть это именно то, что нас интересует. Военная сила в этом противостоянии является только способом разрешения ключевых противоречий. То есть военная сила, по большому счету, является аргументом в ключевом экономическом споре. Главным элементом, определяющим этот обмен, являются курсы валют к золоту и цены товаров в золоте. Это позволяет видеть реальные цены и соотношение обмена. Поскольку ключевой валютой номинирования и операций с финансовым капиталом является доллар, то и ключевым параметром в оценке главного товара Запада является курс доллара к золоту. Фактически золото определяет уровень стоимости ключевого товара Запада в споре с Югом и Востоком. Чем дороже золото в долларах и ниже курс доллара к национальным валютам, тем ниже Юг и Восток оценивают западный финансовый капитал и наоборот. А направление динамики определяет соотношение сил. Поэтому ключевыми для нас и в оценке этой борьбы, и в оценке правильного распределения наших средств, являются курсы валют к золоту и цены активов в золоте. Динамика активов в золоте определяет наиболее привлекательные и безопасные активы, а динамика валют к золоту определяет наиболее эффективные источники финансирования и кредитования. То есть чем слабее валюта, тем выгоднее в ней кредитоваться. Поскольку у нас с вами чисто практические цели, то в первую очередь наш с вами интерес – это динамика рубля к доллару и золоту. Здесь я в первую очередь ориентируюсь на интересы основной части нашей аудитории. Но к курсу рубля к доллару мы с вами пойдем тем путем, в эффективности которого уже убедились. То есть в первую очередь деньгами мы считаем золото. А к прогнозу по определению знака и размера позиции доллар-рубль мы пойдем через курсы золота к рублю и к доллару. Напомню основную нашу с вами логику, то есть на чем мы в принципе базируемся. Поскольку мы с вами пришли к выводу, что золото лучше, чем фиатная валюта сохраняет стоимость. То соответственно в экономическом смысле деньгами мы поэтому считаем золото. Соответственно наша нейтральная, то есть нулевая позиция – это позиции полностью в золоте. А позиции в какой-либо из фиатных валют мы с вами считаем инвестиции из золота. Ну в основном краткосрочные для каких-то целей. Или для расчетов, или для каких-нибудь депозитов. Поэтому сначала переходим к краткосрочному прогнозу золота к доллару. Сначала очень-очень коротко напомню общее глобальное состояние доллара к золоту. Это у нас с вами годовой график. Мы находимся в большой третьей зеленой волне. Вот в этой. Для тех, кто не смотрел или подзабыл, доказательства этого можно посмотреть в декабрьском ролике. Корректировки долгосрочного прогноза золота. И в предыдущих роликах, ссылки на которые есть в этом ролике. Ссылка на декабрьский ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. Напомню, что также в описании ролика, под этим видео, есть ссылка на публикацию в Дзене. В которой есть все графики, использованные в этом ролике. И если вам удобнее смотреть на график отдельно, а не с камерой, то тормозите ролик и откройте график по ссылке в описании этого ролика. Если вам интересно параллельно смотреть график золота в масштабах меньше года и месяца, то можете открыть его на сайте Финама. Ссылки на онлайновый график золота к доллару на сайте Финама в закрепленном под этим роликом посте. Также там есть ссылки на процедуры быстрого удаленного открытия темы или реального счета. Но прежде чем открывать счета, посмотрите мой ролик на тему правильного отношения к этому и правильного пути к прибыльной торговле на бирже. Ссылка на него в этом же скрепленном посте. Ссылка откроет этот ролик прямо на нужном месте, там где я об этом говорю. Теперь возвращаемся к графику. Помимо того, что мы в третьей большой зеленой волне, вот в этой, вот от этой первой и второй волны, первая, вторая, мы также в средней синей третьей волне, вот в этой, от вот этой первой волны, вот она. Эти синие волны, это просто внутренняя структура большой третьей зеленой волны, вот она. Как вы помните, из уже упоминающегося декабрьского 2023 года ролика, в декабре прошлого года, вот здесь, произошло выполнение критерия увеличения вероятности роста золота в горизонте как минимум на 2-3 года. Подчеркну, что речь идет о сроках в несколько лет. И в первую очередь этот прогноз означает, что среднегодовая цена, подчеркиваю, среднегодовая цена в ближайшие 2-3 года с очень высокой вероятностью будет выше, чем средняя цена в предыдущие 2-3 года. То есть вот чем вот в этом месте. Но это не означает, что внутри года цена не может сходить вниз, допустим, куда-нибудь в район 1800, ну или может быть ниже. Тот факт, что мы имеем несколько выполненных 2,5 летних и полугодовых критериев увеличения вероятности продолжения роста золота в горизонте 2-3 лет, означает, что наша позиция на горизонт как минимум 2-3 года, это наша нейтральная позиция, то есть позиция полностью в золоте, плюс возможная длинная долгосрочная позиция в золоте за счет долларового кредита в размере 5-10% от капитала, то есть с которым мы оперируем. Эта долгосрочная позиция не означает, что на протяжении всех этих нескольких лет мы должны, безусловно, выходиться только в позиции в золоте. Не означает, еще раз подчеркиваю, эту долгосрочную позицию нужно рассматривать, внимание, как плановое значение нашей позиции, то есть как то значение, в которое мы возвращаемся из инвестиций в доллар, если такое решение принималось. То есть если мы приняли решение инвестировать в доллар, то после того, как сработали ограничения на инвестиции в доллар, то есть мы приняли решение, появились какие-то факторы, надо соинвестировать в доллар, допустим, для того, чтобы сходить в депозит. Но как только мы получаем подтверждение того, что из доллара нужно выходить, то есть возвращаться в золото, мы возвращаемся полностью в нейтральную позицию плюс небольшая длинная позиция. Чуть позже я это конкретнее поясню, уже на конкретных примерах, когда буду корректировать краткосрочный прогноз по золоту к доллару. Еще раз напомню, что технически, с точки зрения волновой структуры, означает реализация долгосрочных сигналов, о которых мы сейчас говорили. Основная наша гипотеза заключается в том, что с наибольшей вероятностью во внутренней структуре большой третьей зеленой волны, вот этой волну с начала двухтысячных по 2011 год, то есть вот этот отрезок, мы считаем только волной номер один по Эллиоту. Более высокую вероятность именно трактовки мы с вами доказывали в предыдущих роликах. Если подзабыли или не смотрели, вернитесь к ним через уже упоминавшийся декабрьский ролик. Еще одно замечание. Я уже говорил ранее, что все результаты, о которых я говорю в наших роликах, получены другими более сложными методами. И Эллиот я использую как более наглядный и не противоречащий этим результатам способ их изложения. Напомню, что конкурирующая, но на мой взгляд менее вероятная трактовка, полагать, что фрагмент с начала двухтысячных по 2011 год, то есть вот этот вот, это первая и третья синяя волна. То есть вот здесь вот внутри первая и третья волна. И что сейчас развивается не третья синяя, как мы полагаем, а пятая синяя волна. Этот момент принципиально важен, поскольку это определяет наиболее вероятный масштаб и направление движения золота к доллару в ближайшие 5-10 лет. Подчеркиваю, мы говорим сейчас пока только о длинном промежутке, 5-10 лет. Если бы мы находились не в третьей синей, а в пятой синей волне, то с высокой вероятностью Фибоначи в районе 61%. Вот он. От предполагаемой первой и третьей синих волн отложены одна предполагаемая в этом случае четвертой волны. Вот отсюда указывал бы наиболее вероятный глобальный максимум, вот он, вот здесь вот, в районе 61%. Все глобальные конструкции с 2000 года по сейчас. Обратите внимание, что в этом месте у 61% вот здесь вот. В районе 20-60-20-90, вот здесь вот, золото остановилось в 2020 году, вот он. Помните, да, что это был год чумки? Но в конце прошлого года был реализован критерий пробой максимума 20-90, вот он. Который показывал, что золото с высокой вероятностью уйдет еще выше. Как минимум в ближайший год-два область, ну, примерно 2300-2350. Вот примерно вот в это место. Куда-то вот сюда вот. То есть золото с высокой вероятностью уйдет в ближайшее время, как минимум, из первой зоны Фибоначчи. Вот из этой вот зоны вверх. Этот факт усиливает и подтверждает наши доказательства того, что волна с начала 2000-х по 2011 год наиболее вероятно первая синяя, а волна с 2016-го по сейчас. Это развивающаяся третья синяя волна. Подчеркиваю, как всегда, не железяко сто пудов. А мы, как всегда, говорим, что этот сценарий имеет более высокую вероятность. Степень вероятности отражается в объеме наших действий. То есть отражает тот объем риска или объем открытой позиции, которую мы готовы открыть. Мы в конце прошлого года, после пробоя максимума 2020 года, то есть вот здесь, в конец прошлого года, максимум 2020 года, получили дополнительное подтверждение того, что волна с 2016-го года является третьей синей. Это означает, что в горизонте, подчеркиваю, не в марте или в апреле 2024-го года, а в горизонте 5-10 лет, примерно на этом горизонте, с высокой вероятностью она будет иметь как минимум масштаб первой синей волны. То есть вот это вот. Но наиболее вероятно, что она будет больше первой синей волны, как минимум в 1-6 раза. То есть мы можем по Фибоначчи примерно оценить масштабы движения золота в ближайшие 5-10-15 лет. Я опускаю график для этого. Вот у нас одна второй волны отложен Фибоначчи. Я опускаю график вот сюда, пониже. Фибоначчи 100% это примерно 2,700. Фибоначчи 161% это примерно 3,700. Это оценка наиболее вероятного минимального ценового масштаба для движения золота в ближайшие 10-15 лет. Как обычно, по продолжительности времени первой волны, вот они, мы можем примерно прикинуть масштаб по времени третьей синей волны. То есть вот это. Сколько все это будет примерно продолжаться? Если первая волна у нас примерно 11 лет, вот они 11 лет, то масштаб третьей синей волны как минимум 11-17 лет. То есть примерно такого масштаба или примерно в 1,6 раза больше. То есть ее примерное окончание от начала 2016 года, то есть вот здесь, это примерно или 27-й год, то есть где-то вот здесь. Ну, цену я точно указывать не буду, я просто показываю шкалу по времени. То есть или где-то вот здесь, или 38-й год. 38-й год. Это примерно вот здесь. Что это означает фундаментально? То есть как все это будет отражаться в реальной жизни? В первую очередь это будет означать, что период относительно высоких ставок по доллару, то есть период высоких процентных ставок в долларовой зоне продлится как минимум 10-15 лет. Причем текущий уровень 5-6 процентов, скорее всего, будет превышен. Я полагаю, что он будет превышен существенно. Более того, я полагаю, что вероятность подъема ставок в долларовой зоне уже сейчас очень высока. Критерии увеличения этой вероятности роста процентных ставок по доллару мы посмотрим чуть позже, когда будем смотреть каткосрочную картинку. Высокий уровень процентных ставок в долларовой зоне будет означать, что никакого реального подъема там в горизонте 10-15 лет не будет, а будет безжалостный передел собственности везде, куда проник долларовый кредит. То есть должников на подъеме ставок будут банкрутить и лишать собственности, всякой собственности, личной, корпоративной, государственной. По большому счету это сбор урожая в предстоящие годы и есть глобализация и инклюзивный капитализм, который будет реализовываться по крайней мере в долларовой зоне. То есть, как вы видите, как я и говорил раньше, глобализация и инклюзивный капитализм – это обычная монополизация активов и собственности, но в общем мировом масштабе. Действие это крайне беспокойное, хрупотное и конфликтное. Как вы понимаете, лишить залоговой квартиры или дома какого-нибудь американца – это одно. А отобрать за долги несколько вкусных заводов или полностью недружественно погласить какую-нибудь крутую корпорацию – это совершенно другой калинкор. Ну а прибрать государственных активов, земель или суверенитета какой-нибудь страны – это совсем другое дело. Это в общем наши 90-е, но только в масштабе всего мира. То есть процессы, последствия и результаты, которые происходили у нас в 90-е, нужно помножить как минимум на 100. То есть это будет общий мировой веселый расколбас по переделу собственности. Заниматься этим будут все, у кого есть внешние кредиты, ну то есть выданные кредиты, и агрессивная алчность. Агрессивную алчность нужно даже поставить на первое место, ну и соответственно наглость. Потому что если есть намерение и силы прибрать, то в условиях, когда всем будет не хватать денег, возможностей будет много. В общем они уже и сейчас есть. Страждущих прокредитоваться будет вагон. Самый яркий пример – бывшая ОССР. Все эти кредитно-залоговые разборки – дело крайне конфликтное. Потому что цифры в них большие – десятки и сотни ярдов. Переговоры о согласовании условий возврата долгов будут вестить при помощи ЧВК, авиации и артиллерии. В этом отличие от наших 90-х. Как некоторые из вас могут помнить, тогда даже дальше Калашниковых и гранатометов, как правило, не ходили. Понятно, что разные кредиторы в борьбе за собственность по своим кредитам будут сталкиваться друг с другом. В основном эти столкновения будут решаться местной национально-освободительной борьбой и вооруженной защитой общечеловеческих и демократических ценностей. То есть в терминологии 90-х вооруженные борцы за что-нибудь – это торпеды. Финансирующие и идеологически их приободряющие кредиторы – это крыши. Основной такой способ урегулирования хозяйственных споров в 90-х называли решение вопросов задолженности при помощи зачетов и смертей. На Западе во время крупных кризисов 1905-го года, 1920-х, 1930-х и 1970-х были свои названия. Скоро их вспомнят и, наверное, при помощи GPT-чата инновируют. Кстати, цифровизация в первую очередь вводится для автоматизации бухгалтерского учета результатов этих разборок. Так сказать, цифровизация – это автоматизация бухгалтерского и управленческого учета общей мировой разборки по поводу монополизации собственности. То есть по поводу всеобщей глобализации. Сколько какая крыша поставите под контроль территории, такая у нее валютная зона и будет. Когда крыши сильно упрутся друг в друга и возникнет серьезный риск совсем окончательной межконтинентальной баллистической разборки, крыши, если успеют, сядут договариваться, то есть будут развивать нам сын. А народу потом сообщают, что приключилась новая Ялта. Так, подчеркиваю, Ялты и Потсдамы приключаются не тогда, когда блогеры в погоне за просмотрами и лайками, важно поднимая пальчик и наморчивые очки, начинают гнать всякую пургу. А тогда, когда продолжение привычного силового решения вопросов начинает угрожать выживанию всех. Ну, теперь возвращаемся к золоту. Мы посмотрели и подсвежили долгосрочный контекст, а теперь глянем на то, какими путями он может реализовываться в ближайшее время. Это золото в месяцах с конца 60-х, вот сюда, по сейчас, по 2024 год. Я взял большой отрезок времени, чтобы восстановить взаимосвязь месячного масштаба, ну, с большим масштабом, но годовым. Вот у нас с вами первая большая зеленая волна 70-х. С начала 80-х, вот отсюда, по начала 2000-х была ее коррекция, то есть вторая большая зеленая волна. С начала 2000-х мы входим в большую зеленую третью волну, то есть во всю эту. Как мы ранее выяснили, наиболее вероятно, что большая третья зеленая волна состоит из первой синей, вот она, средней волны, которая закончилась в начале десятых годов, вот здесь вот. Далее до 2015-го года ее коррекция, вторая синяя волна, вот она. И с 2016-го начинается третья средняя синяя волна, вот она. Поскольку во время коррекции 2020-2022 года, вот здесь вот, в годовом, подчеркиваю, и больших масштабах статистически значимого захода в область первой синей волны не было, мы пока считаем, что условия существования третьей синей средней волны в годах и старше пока выполнены. И поэтому мы пока можем пользоваться проектировками Фибоначчи от размера первой средней волны, вот от этой. Сожмем график примерно до 2000-х годов. Вот так вот делаем. Вот так вот. Ну, примерно вот так, наверное. Совершенно ясно видим, что движение с середины десятых, вот отсюда, по сейчас. То есть вот это движение. Хороший претендент на 5-ти волновой импульс. Раз, два, три, четыре, пять. Пробой максимума 2020-го года, то есть вот этого места, в декабре прошлого года, то есть 2023-го, усилил вероятность такой трактовки. Поскольку предполагаемая четвертая волна, маленькая, вот эта вот, голубенькая, ну, или зелененькая, вот эта вот волна, до вот этого пробоя не сходила в область первой волны. Предполагаем. Таким образом, волну с конца 22-го года, то есть вот отсюда, мы вправе, вправе принять вот эту вот всю волну хорошим претендентом на пятую волну вот в этой светло-зеленой пятиволновке. И в ее проектировке, то есть вот этой пятой волны, мы можем более-менее уверенно пользоваться фибоначчи от первой и третьей, то есть вот от первой и третьей зеленых волн. Вот он, этот фибоначчи отложен. 61% вот от этого дна 0,61% отложен фибоначчи от вот этой и вот этой первых третьих волны. И минимальная проектировка для окончания пятой светло-зеленой волны вот этой, то есть 61%, это минимальная проектировка, это примерно область 250-2,50-2,300. То есть примерно вот это вот место. то есть мы при этом уверенно уходим за область 61% проектировки фибоначчи одна-второй волны, то есть размеры вот этой вот первой волны. То есть это вот эти 61%, которые чуть левее находятся. таким образом, этим выводом в дополнение ко всей предыдущей аргументации мы убиваем возможность того, что волна середины десятых вот отсюда может являться пятой средней волной. То есть еще увеличили вероятность того, что это третья волна. И что вот эта третья волна в горизонте нескольких лет с высокой вероятностью уйдет достаточно далеко. Как мы описывали в годовом масштабе. Ну то есть вот так вот взять. То есть может быть вот сюда куда-то уйдет, а может быть и выше. Еще подсажмем график примерно до середины десятых годов. Так вот надо сейчас. Вот так примерно сделаем. Дополнительным подтверждением всего нашего построения был уход золота выше максимума декабря. То есть если бы дополнительным подтверждением всего нашего построения был бы уход золота выше максимума декабря 2023 года. это 2147 вот это самый сильный критерий увеличения вероятности правильности всей нашей интерпретации если этот пробой произойдет то это станет очень сильным критерием в пользу увеличения вероятности вообще всей нашей всего нашего построения то всей нашей версии есть еще один критерий который увеличивает вероятность продолжения роста это пробой вверх максимума января 24 года и февраля то есть января это 20 2079 вот здесь вот дома 79 не февраля это примерно 265 с половиной эти критерии получены более сложными чем фибоначчи оба эти критерии были реализованы в конце прошлой недели они были реализованы вот он пробой произошел и максимума января и максимума февраля это произошло 1 марта реализация этих критериев очень сильно увеличила вероятность пробоя вот этого максимум то есть роста ближайшие два-три месяца за уровень максимум декабря 2023 года в свою очередь пробой вверх максимум декабря 2023 года то есть это тысяч 2146 с половиной долларов вас по споту вот он 246 потом 44 я кругляю до до половинки доллара является сильным признаком того что золото как минимум уют в области 2 250 2 300 то есть вот примерно сюда до ближайшей значимой зоны фибоначчи напомню что если я не говорю что-то иного то по умолчанию речь по умолчанию речь всегда идет о спутовых ценах сейчас я их немного округляю до полу целых и лицевых значений в сторону основного движения то есть но в сторону этого движения ты чуть-чуть завышаю таким образом мы имеем два реализованных сильных критерия критерия наращивания месячных позиции в золоте против доллара то есть это пробой максимум января и пробой максимум а января и пробой максимума февраля условия отмены этих двух последовательных кар кассочных кофе лиф нам на март достаточно находится достаточно глубоко это пробой минимуму 23 года то есть вот до сюда должно сходить золото чтобы отменить эти критерии то есть это примерно 1800 вероятность этого достаточно низкая что все это означает с точки зрения возможной позиции давайте смотреть дальше сначала я еще раз напомню что о том что все что я говорю своих роликах это не побуждение действию и не рекомендация это просто моя точка зрения и те принципы которых придерживаюсь я сам наша нейтральная позиция как вы помните эта позиция в золоте возьмем график пошире сейчас он примерно будет у нас 70-х годов так все что сейчас буду говорить о долгосрочных позициях это очень короткое напоминание того что я говорил о них в предыдущих роликах в двухтысячных вот здесь при проборе максимума начала 80 вот этого с работу очень очень долгосрочный но очень широкий вот его ширина зона риска критерии долгосрочного роста в начале десятых вот здесь могла быть или фиксация длинная долгосрочных позиции и мы получили новое значение наши долгосрочные нейтральные позиции вот здесь или частичные то есть не совсем могли закрыть это очень долгосрочную позицию ну и может быть оставили ее небольшую часть какой-то все это все это мы подробно смотрели раньше когда остановили долгосрочный анализ поэтому сейчас я на деталях не останавливаюсь а проговаривают только логику подчеркиваю я сейчас не пытаюсь играть на старых данных а просто проговариваю общую логику длинные долгосрочные позиции в начале десятых он здесь вот мы теоретически могли по квартал по кварталам и по месяцам ну или по более мелким данным инвестировать из золота в доллар здесь вот примерно если помните внедвижки в золоте в это время был минимум ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео его описание почти на всех долговых и фондовых рынках в золоте тогда тоже был глобальный минимум но на пробое максимума фигур десятых годов то есть примерно в конце десятых годов мы должны были возвращаться обратно полностью золото мы могли после этого поработать длинную позицию то есть вот здесь вот в кварталах или месяцах или в более мелких масштабах но это я учитывать не буду поскольку эти позиции уже давно фиксировались примерно вот здесь вот то есть они уже закрылись далее в 2020 вот здесь вот у нас работу важный но пока не очень сильно подтвержденный крупномасштабный критерий открытия длинные долгосрочные позиции по золоту долларе то есть это вот в этом месте поэтому длинные долгосрочные то силу того что неподтвержденный сигнал и достаточно слабый поэтому долгосрочная длинная позиция могла увеличится только на несколько процентов ну например там на 2-4 процента не больше и путайте термины длинная позиция и долгосрочная позиция это разные понятия напомню что по длинной позиции золоте на нашем с канале мы подразумеваем ту часть позиции в золоте которая открыта за счет долларового кредита и кредита в другой фиатной валюте вдобавок подчеркиваю добавок нейтральные позиции то есть добавок позиции полностью золоте то есть вы перешли в золото все ресурсы у вас там и если вы открываете кредиты покупайте еще золото то вот это и есть длинная позиция в корпоративном финансировании она аналогом длинные позиции является та часть проекта которая реализуется за счет кредита а основной и оборотный капитал являются аналогами долгосрочной и среднесрочной позиции соответственно в декабре 2023 года вот здесь вот реализовался критерий долгосрочного роста но масштаба на одну ступень меньше чем 2020 то есть вот здесь был долгосрочный здесь тоже долгосрочные но масштабы меньше примерно на одну ступень поэтому долгосрочная длинная позиция 2020 20 года именно вот этого позиция вот этого масштаба так и осталось очень небольшой ну допустим там 2 3 4 2 3 3 4 процента и в 2023 вот здесь к ней добавилась еще очень небольшая тоже 35 процентов длинная позиция но масштаба меньшего на один шаг нам неважно сейчас делить их в точности потому что мы смотрим только качественную картину для тактики поведения нам важно понимать что в дополнение к нашей нейтральной позиции золоте у нас есть еще длинная очень долгосрочная позиция в несколько процентов и решение по ее изменению принимаются с шагом в год и более то есть не чаще не быстрее чем раз вот полгода ну а часть позиции там вас по входа перейдем опять к фрагменту середина десятых минут это место побольше масштаб возьмем небольшая длинная позиция с 20 с 20 года то есть вот отсюда не означает что вы не могли находиться в долларе по неделям или дням или меньше ну то есть из этого места допустим или вот из этого места вы могли например в конце 20 то есть ну вот вот здесь вот или в начале 22 года инвестировать в доллар из своей золотой позиции размеры для инвестирования должны были зависеть от вашей системы анализа оценки рисков теоретически вы могли не только полностью закрыть долгосрочный долларовый кредит то есть длинную позицию то есть соответственно часть позиции в золоте но и наверное и как косрочно выйти из золота и даже может быть открыть чистую короткую позицию золоте доллара то есть как бы взять кредит золоте для инвестирования в доллар но в любых качественных системах анализа в масштабах нижемесячного рано или поздно должны были появиться то есть либо вот здесь либо вот здесь и сработать критерии закрытия короткой позиции в золоте именно в этот момент мы должны были полностью вернуться из доллара в нейтральную позицию золоте ну допустим вот здесь вот ну вот вот здесь допустим мы это раньше смотрели то есть позицию в полностью полностью в золоте и в небольшую длинную позицию в этом и заключается роль того что в нейтральной позиции мы с вами считаем не позицию в долларе или какой-нибудь иной фиатной валюте а позицию в золоте все остальные позиции в валютах мы рассматриваем как инвестиции из золота таким образом сейчас наша очень долгосрочная позиция золоте против доллара это нейтральная позиция то есть пола в золоте плюс несколько процентов очень долгосрочной позиции позицию в долларах если она есть мы рассматриваем как короткую позицию из нашей долгосрочной позиции то есть как инвестицию в эту в эту валюту из золота она могла быть открыта в последнюю пару месяцев то есть вот примерно вот этот промежуток то есть это ну грубо говоря там декабрь 23 январь февраль 24 только по масштабам не старше месячного то есть либо по недельным либо по месячным либо понедельным либо по дневным срабатывание месячных критериев здесь увеличение вероятности роста которое произошло 1 марта как минимум закрывает все критерии меньших масштабов для короткой позиции против золота то есть все недельные дневные и так далее там вниз критерии то есть как минимум должно вернуть нас нейтральную и долгосрочную длинную позицию в золоте против доллара но срабатывание по очереди этих критериев позволяет дополнительно открыть длинную месячную позицию то есть в дополнение к нейтральный длинный долгосрочный мы можем открыть месячную позицию длинную то есть более краткосрочную ее размер определяет критерии ее закрытия то есть пробой вниз уровня 1800 то есть это примерно вот это вот место а также индивидуальный размер потерь ну то есть принцип помните вот у нас примерно и возможное движение вниз которое мы предполагаем да то есть которая если произойдет хотя вероятности у сейчас не высока как бы да то есть это задает нам примерно объем потерь отсюда вычисляется тот объем позиции если мы скажем так то есть терпим этот объем потерь если он произойдет то это задает нам объем возможной позиции которую мы при этом открываем при консервативном подходе совокупная месячная позиция может быть ну примерно 10-15 процентов если март закроется выше февраля то есть вот у нас февраль если март закроется выше февраля то это критерий дополнительного увеличения месячной позиции еще на 3-5 процентов сделать это можно по дневным или недельным фигурам продолжение роста то есть их срабатывание при менее консервативном подходе то есть при более высоком риск при более низкой чувствительности к потере цифры которые я рассказал можно слегка увеличить для тех кто в баксах сработавшие критерии очень буквально недавно сработавшие очень неплохая возможность в моей терминологии вернуться в нейтральную позицию золоте и небольшую длинную долгосрочную позицию и может быть открыть небольшую месячную позицию в терминологии тех кто живет и думать долларовом фиате это будет большая длинная позиция с плечом к собственному капиталу большая длинная позиция в золоте вот что это будет для них еще раз подчеркну что тот факт что считать нейтральной позиции то и что считать деньгами влияет только на размер позиции и на результат расчета рисков но он абсолютно никак не влияет на сами системы анализа и ценового прогноза и их результаты соответственно то есть факт того что считать деньгами менять только объемы наших действий и их трактовку после пробоя максимумов января и февраля резко выросла вероятность пробоя максимума декабря 2023 года то есть вот этого места и по ходу и похода золота как минимум к первому значимому уровню фибоначчи то есть примерно вот сюда в область 2 250 2 300 здесь есть важный момент для будущего прогноза доллара к рублю заключается в том что в ближайшие месяцы ну там два три месяца вот четыре если будет рост золота к баксу то как минимум первая консолидация находится достаточно близко примерно около десяти процентов от текущих уровней мы этот момент запомним поскольку когда мы будем смотреть золото к рублю то увидим что там золото в случае реализации сценария сценария роста к рублю до 1 консолидации около 25 процентов в этом случае доллар должен подрасти к рублю послабже где-то на 10-15 процентов подробно мы будем это смотреть в двух следующих роликов в двух следующих частях этого ролика я постараюсь сделать их побыстрее до возможного начала реализации этих сценариях и дать критерий начала их реализации а чтоб не пропустить эти ролики подписывайтесь на наш канал на ютюбе цене или на учебе в принципе наш с вами канал есть и навыка до пробоев максимума максимумов января и февраля вот до этого места на ближайшие два-три месяца было три почти равновероятных сценария первый сценарий достаточно глубокая коррекция примерно в область 1850 1950 вот примерно вот сюда вот вот в эту область второй сценарий колебания примерно в диапазоне 2200 до 2000 долларов 2050 долларов то есть примерно вот в этой вот зоне но начал реализовываться наиболее интересный и острый в плане геополитики третий сценарий то есть сценарий роста сейчас в течение нескольких минут я сначала покажу технические аспекты этого сценария и возможные подходы для прогнозирования его ценовых значений на потом попозже как бы скажем так обозначу что это будет означать в реалиях друзья сейчас будет не очень простой технический анализ поэтому те кому не важны детали 5-10 минут могут просто посмотреть не углубляясь в суть а чуть позже я дам военно-политический смысл этих сценариев но дело в том что именно как раз детали этих сценариев то есть детали динамики злота будут предварять военно-политические саду то есть военно-политические события и предсказывать их характер не в том смысле что будут управлять ими а в том смысле что как бы будут показывать то есть будут работать как как работает градусник показывает что человек заболевает сначала посмотрим на сценарий роста чуть детальнее то есть на то как он может усилиться а потом объясним что это может значить с точки зрения геополитики когда я делал разметку начала третьей синей волны то есть вот этой я ее слегка упростил совершенно четко видно что вся зелено-голубая последовательность вот она при достижении 1 важная зона фибоначчи 61 процент где-то в области там два 250 два 300 может или может быть выше становится четким завершенным 5 волновым импульсом 1 2 3 4 5 а это значит что вся эта совокупность может быть какой-то но мы уже выяснили в этом ролике что мы находимся в третьей синей волне вот этой которая находится внутри большой зеленый 3 вам поэтому это 5 волновка с высокой вероятностью вот эту 5 волновка только первая волна вот этой 3 синий волны возьмем график пошире давайте деньгода с 2000 примерно сожмем так если трудно ориентироваться помещенную графику откройте параллельный более масштабный более масштабный график из публикации на цели не смотрите его параллельно вот смотрите с 2000 года по 2011 вот в этом месте это как мы выяснили первая синяя волна вот большая средняя единичек стоит потом и дальше вторая волна из 2015 года начинает формироваться 3 7 полна вот это не факт что он закончится здесь просто чтобы сильно график не растягивать я чисто как символы поставил формирующиеся голубая пятиволновка вот это если совершится в районе 2 200 2 250 то есть если там достаточно хорошая фигура развороты в месяцах ну допустим в месяцах не может быть всей третий синий поскольку третья синяя волна вот это вот вот эта часть с очень высокой вероятностью должна быть не меньше по размерам чем 1 но чаще она обычно больше как минимум в полтора раза то есть в 16 поэтому голубая пятиволновая последовательность вот это вот с высокой вероятностью это только первая волна вот 3 3 7 средней волны ее можно было бы обозначить голубой единичкой я сейчас так переношу ставлю так что это будет пирт что это будет первая волна вот в этой синей волне посмотрим условия при котором это голубая эти волна в полновка все еще будет оставаться первой волной 3 7 полны если в ближайшей неделе или месяца произойдет пробой максимума декабря 2023 года вот здесь вот и затем золото начнет консолидироваться в области два двести два триста здесь ну и может быть чуть выше здесь может быть а потом начнет а потом начнется коррекция все все вот этой голубой пяти волновки вот этой вот но это но в случае если это коррекция не опустится ниже на второй синей волны то есть ниже того места где началась эта пяти волновка то голубая пяти волновка все еще будет оставаться первой волной 1 3 1 волной 3 синие вам по своему характеру и примерным масштабом коррекция голубой пяти волновки то есть вот эти вот если это коррекция начнется может примерно напоминать вот этот фрагмент также напомню что условия существования 3 синие средние волны вот это его это ее не заход статистически значима в область первой волны то есть вот это в нашем случае это означает что если начнется коррекция голубой последовательности то для сохранения условия существования 3 синие волны нужно чтобы воды не закрывались ниже области примерно 1500 там 1450 1600 ниже вот этой области чтобы они не за чтобы год не закрылся двадцать четвертый скажем или двадцать пятый тогда мы все еще будем находиться в третьей синий средний волне и вправе будем ожидать после этой коррекции очень мощного роста золота почему мощного потому что после коррекции первой голубой волны то есть после второй волны если не будет пробить ее начало то есть если не опустится ниже этого места и при выходе из этой из из этой коррекции то есть и стала волны будут преодолен максимум 1 нам где он сформируется то это будет означать что начинается третья голубая волна она будет больше и мощнее чем первая синие чем чем первая голубая плюс нужно учесть что мы в этом случае будем находиться одновременно в трех третьих волнах разного масштаба то есть третья голубенькая третья которая находится внутри 3 синие и в свою очередь все они находятся в 3 зеленой волны волне это чревато очень большими чудесами виде больших растяжений если после завершения форма формирования голубой пяти волновки то есть после построения первой всей первой голубой волны начнется ее коррекция то есть начнется и вторая коллективная волна то она получит очень сильную поддержку в области 1 450 1 600 то есть вот здесь это условие получено не методами фибоначчи как другими более сложными я здесь не буду объяснять это достаточно непросто из очень высокой вероятностью не опустится ниже этих цен но это не означает что это коррекция обязательно дойдет вот до этого места то есть если она начнется она может остановиться и выше она может остановиться в любой из поддержек зоны 1700 2000 то есть вот в тех поддержках которые мы нарисовали еще два года назад они тоже достаточно сильные помимо варианта разметки как голубой пяти волновки то есть то что мы сейчас смотрели возможен второй вариант трактовки фрагмента с 15 вот отсюда по восемнадцатый год то есть вот этого места мы трактовали рост с 2015 по 2016 год вот этот вот как первую маленькую голубую волну то есть а весь фрагмент с 16 по 18 год как ее коррекцию то есть вот это трактовали как первую голубую волну дальше у нас вторая голубая волна ну и так далее по первому третьего но возможен и второй вариант трактовки этого вагмента примерно с такой же ситуации мы с вами сталкивались при она анализе гривны в доллару причем примерно в это же время то есть период 16 по 20 год примерно в чем заключается это сходство сожмем график ну давайте возьмем поуже годов середины десятых растянем чуть-чуть сходство заключается в том что фрагмент с конца шестнадцатого года то есть вот начиная отсюда после формирования первой голубой волны можно трактовать то есть весь этот фрагмент можно трактовать не как коррективную волну как еще одну первую маленькую волну то есть что это волна номер один обратите внимание низ не опустился ниже к этого не за поэтому причем 5 волновая структура у нее там четко прослеживается и вот коррекция то есть как и тогда в гривне у нас получается ситуация что друг за другом идут две первые волны вот первая волна и и коррекция и вот еще одна которая находится внутри нее в этом случае волновая трактовка изменится поэтому переносим голубую динечку вот сюда а в максим предыдущий волны и сюда поставим другую еще одну единичку черную в этом случае масштаба первой черной волны то есть вот этой он примерно на один ранг выше 1 7 волны то есть в этом случае коррекция шестнадцатого года вот этого после формирования первой волны будет второй черной волны что им сюда точку при этом вся вот эта голубая конструкция вот эта вот вся конструкция то есть первая волна вторая волна и вся вот эта конструкция становится 3 черный лавы пока еще не завершён вот но и сюда и ставим эту троечку то есть то есть вся наша маленькая голубая пяти волнов к стала не 1 синей волной а только 3 черный то есть еще раз обращаем внимание то есть она стала не 1 волна в синей волне она стала 3 волной вот в этой черной формирующейся 5 волнов к причем 3 волна точно так же как и 1 синяя которая раньше была ночью не завершила внимали она может точно так же закончится в области на 2 200 минимум может закончиться в области 2 200 на 2 3 2 300 потому что она работает в логике собственной внутренней вот этой вот 5 волновки то есть и фибоначчи мы естественно откладываем на всех этих же элементов поэтому единичку убираем и оставлю остаемся в этой то есть вот в этой трактовке как мы уже оценили вся пяти волновка может закончиться в области 2 250 2 300 или или выше выше потому что возможно растяжение в пятой голубой волне вот в этой вероятность этого растяжения увеличивает то что помимо того что мы находимся в двух третьих волнах то есть в синий и зеленый друг друге которые находятся а в них еще находятся третья черная волна то есть это увеличивает растяжение внутренней структуры вот этой 5 волновки то есть вероятность очень высокой становится очевидно что когда завершится 3 4 формирование 3 4 волны 3 черные волны вот этой начнется начать формирование 4 черный волны при этом при такой трактовки если это четвертая волна то мы можем воспользоваться статистической приметы дальше сейчас будет сложная фраза который тяжело воспринимается на слух поэтому я буду ее проговаривать медленно и буду показывать прям на графике статистическая примета того где может закончиться наша четвертая черная волна с наибольшей вероятностью ее дно будет находиться между но 4 голубой волны то есть все корректируем все корректируемой 3 4 то есть между дном 4 волны корректируемой 3 черной волны и 4 волны и 4 волны и все таки рук в этом диапазоне таким образом в этом случае зона то есть мы опять получили зону один 450 меньше 1600 то есть 1450 1600 то есть в этом случае это зона будет зоны очень сильного сопротивления и золото может начать вести себя в ней примерно как ну то что мы смотрели 14 15 годах то есть примерно вот таким вот образом то есть такой полу гармошечный пол полу гармошечный поведение начаться если конечно золото тут дойдет то теперь мы получили поддержку в зоне 1450 1600 уже методами волк и льота в ведущем случае эта зона была получена другими способами ну о которых то есть я об этом говорил но не будут приводить как бы но в этой ситуации то есть совпадение полученных результатах разными способами увеличивает вероятность их правильности то есть мы зону 1450 1600 воспринимаем когда стоит как с очень высокой вероятностью зону сильной поддержки то есть в случае если начнется коррекции если надо сюда сюда дойдет и но если мы пользуемся фото трактовкой с третьей черной волной то есть сначала с третьей черной волной но потом 4 то мы можем воспользоваться принципом чередование типа типа 4 черной волны со со 2 4 волны и оценить ваш то масштаб по времени будущий 4 черной волны очевидно что вторая черная волна вот этого хоть и очень маленький но совершенно четкий зигзаг а значит будущее 4 4 черная волна должна быть плоской плавно то есть у нее должен быть такой туда обратно то есть у нее должно быть такое раз два три то есть она должна быть таким диапазоном не широким и она будет достаточно короткой поскольку вторая волна короткой она и 4 будет короткой то есть зигзаг может быть таким достаточно быстро но но обращаю внимание что он несмотря на то что короткий по времени он может быть достаточно широким то есть теоретически по максимуму может очень широким то есть весь этот диапазон 1 очень сильное сопротивление любая коррекция либо в трактовке 2 голубой волны то есть если будет у нас 1 голубая а потом 2 либо в трактовке 3 черной волны получит в области то есть первое сопротивление получит причем очень сильно получит области 1900 2000 то есть это вот вот здесь примерно мы в следующих областях пол поэтому по варианту четвертой черной волны коррекция может быть короткой примерно около года и очень не глубокой то есть и в том и другом варианте эти коррекции могут завершиться в общем то вот здесь смотреть на них нужно будет начинать смотреть фигуры разворота уже скажем так то есть по факту формирования и смотреть нужно будет в неделях и днях а теперь резюмируем весь наш предыдущий анализ и прогноз в конкретные результаты и конкретные действия пробой вверх максимум февраля и максимум января вот он произошел резко увеличил вероятность пробоя максимума декабря 2023 года то есть это максимум декабря тысяч 2146 с половиной долларов и далее в этом случае если этот максимум будет пробит я ожидаю перехода золота как минимум в область как минимум область 2250 то есть примерно отсюда 2 2650 примерно в эту область наиболее вероятное место консолидации это 1 3 то есть примерно вот этого места в ней я ожидаю консолидации и необходимо будет смотреть на на предмет фигуры или разворота или продолжение вот в этой области если будет фигура разворота и она будет реализована то наиболее вероятные по ценам и по времени характеристики этой коррекции мы только что обсуждали после пробоя вверх максимума февраля и января то есть вот этого места возникли очень неплохие возможности для открытия длинных месячных позиций в золоте в доллару значит они могут быть открыты как минимум на несколько месяцев страховочный стоп по прекращению потерь по эти позиции это пробой вниз 1800 то есть вот этого то есть вот этого места 1800 это стоп по эти мечные позиции стоп от текущих цен достаточно близко всего 10 14 процентов то есть эти длинные мечные позиции могут быть примерно в пределах 10 25 процентов от всего используемого капитала открываться можно либо на пробой вверх вот здесь будет уровень у нас примерно 2088 50 или мы можем открываться по дневным или внутридневным фигурам продолжение роста более безопасно это делать после того как будет пробит уровень 2088 50 напоминаю что в моем представлении эти личные позиции открываются из нейтральные позиции то есть из позиции полностью в золоте то есть после того как вы там уже находитесь и в дополнение к очень долгосрочные длинные позиции размером примерно 37 процентов соответственно позицию полностью или частично в долларе я воспринимаю как очень как к срочную инвестицию и золото в доллар которая на мой взгляд могла быть открыта последние два месяца по данным не старше недельных и теперь после того как сработали месячные данные вверх они должны быть как минимум закрыты с возврата золото в том случае если вы разделяете мою точку зрения что более качественными гамме является золото то произошедший пробой вверх максимум февраля и января это очень неплохие возможности для закрытия этих позиций в долларе и возврата золота объем в процентах от капитала этого перехода в нейтральную позицию в золоте может отражать степень вашего согласия либо несогласия с моей точкой зрения 0 процентов перехода вы совсем не согласны со мной и считаете что валюта которая за 50 лет упала к золотых 50 раз более качественная чем то почему она упала то есть более качественные чем золото и сто процентов это противоположная точка зрения то есть если вы согласны что более качественные в экономическом смысле деньги это занятие позиции где-то между этими значениями то есть то есть между нулем и 100 это частичное согласие или частично несогласия с моей точкой зрения как я уже говорил страховочный 100 по прекращению потерь по длинной месячной позиции находится на пробои вниз уровня 1800 то есть вот где-то вот здесь или более консервативно можно взять 1612 но после пробоев максимума февраля и января 23 года то есть вот этого места переход золота к этим уровень очень мало вероятен подчеркиваю это стоп только по длинной позиции а не по нейтральной позиции особенно хочу подчеркнуть все что мы выше говорили относительно операции и позиции относятся исключительно к той части позиции которая была инвестирована из золота в доллар а к открытию длинной позиции в золоте против и к открытию длинной позиции в золоте против доллара то есть как к покупкам в долл за долларовый кредит в дополнение позиции полностью в золоте эти рассуждения никакого отношения не имеют к той части капитала которая была инвестирована в рубли и сейчас находится в рублях то есть это не имеет никакого отношения позиции золота рубль или тура об этом мы с вами будем говорить в следующих двух частях этого ролика я постараюсь чтобы они были актуальны то есть мы постараюсь побыстрее сделать тем более что в золоте и долларе к рублю складывается очень интересная ситуация а чтобы не пропустить не пропустить ролики быть тем пожалуйста подписывайтесь и еще я понимаю что тот уровень сложения и трактовка в которой я даю анализа прогноз достаточно сложны для восприятия поэтому задавайте пожалуйста вопросы в блоге на корректные вопросы я отвечу во вторых ваши вопросы помогут не скорректировать изложения по будущем и пожалуйста не задавайте вопросы когда покупать и когда продавать я на него отвечаю весь этот ролик ответ конечно выглядит достаточно непростым но это по точно той же причине по которой не возьмешь невозможно успешно ездить на машине освоив только нажимание на педаль газа или допустим строить дом только при помощи забивания трех гвоздей забили три гвоздя дом готов так не бывает или например подобно тому как если готовить блюда только при помощи кипячения продуктов больше ничего не делать вскипятил продукты еда готова но очень плохая и очень простая если отдельно посмотреть на пятую формирующуюся голубую волну вот на эту то можно обратить внимание на два факта первый она пока не достигла своего минимально возможного значения по фибоначчи 61 процента вот отсюда на тоже а значит с наибольшей вероятностью она еще пока не сформирована посмотрим на ее внутреннюю структуру то есть другой стороны фрагмент с конца 22 года по настоящее время напрашивается на то чтобы трактовать его как формирующуюся новую волну или вот если посмотреть вот на этот отрезок в неделях то есть конца 22 года по начала 23 то это можно то можно выйти достаточно четко и ясно можно увидеть его 3 волновую структуру раз два три 4 5 причем пятая волна в этой конструкции очень четко ложится по соотношению фибоначчи вот это первый и от этой третий то есть очень высокой вероятностью при недавно не формированный 5 голубой волне мы имеем совершенно четко достаточно хорошо завершенную 5 волну вот эту и ее завершенную коррекцию вот она наиболее вероятный трактов наиболее вероятный вариант это то что это 5 волновка только первая волна в пятой голубой волне то есть мы полагаем что это внутренняя 1 волна это 2 и дальше начала формироваться 3 и случае пробоя вверх максима здесь максимума 23 года здесь сейчас рынок уже находится практически вот здесь когда вы будете смотреть на может быть уже пробьет когда это будет означать что с очень высокой вероятностью 5 голубая волна будет сильно растянутой вероятность этого этого высокая этого высокая потому что мы находимся внутри двух третьих волн зеленый и синий или по второму сценарию к ним добавляется еще и третья черная волна ну и здесь у нас формируется внутренняя третья волна то четыре третьих волны это просто прибор то есть могут быть просто чудеса вот такого поведения золота к доллару есть пара очень неплохих аналогов поведения золота к доллару в прошлом для этого нам нужно взять более широкую аналогию и перейти в годы но прежде чем мы это сделаем чтобы потом два раза не вставать и не возвращаться в месячный масштаб я хочу вам напомнить несколько геополитических факторов сопровождавших важные движения золота последние годы нам это потребуется для прогноза характера военно-политических событий ближайшие несколько кварталов и несколько и ближайшие несколько лет что развернуло золото в 2018 вот здесь и бросил его вверх правильно повторное избрание вв и си руководителями своих стран не нужно воспринимать это как то что вв и си сидят покупают золото и каждый день смотрят на котировки нет это совершенно не так на это способен наверное только зелек на самом деле этот механизм работает по-другому ребята которые рулят правилами на рынке золото и валют занимаются этим выгодным и ответственным делом как минимум последние 400 500 лет то есть они это начали делать тогда когда доллара еще и в помине не было да собственно они вы делали причем заметьте я сказал не рулят золотом и валютами а формируют согласовывают и следят за выполнением правил определенных на этих рынках то есть они как бы супер брокер или супер бирж и именно это и еще один непонимаемый и не учитываемый западом физико-экономический фактор обеспечили их долговечие они не рулят рынками в прямую а больше следят за соблюдением правил руль пытаются другие то есть те кто помладше те кто в арахе если помочь то есть клиенты брокеров и держ в общем это целые страны и супер корпорации так вот этот разворот восемнадцатого девятнадцатого годов произошел с учетом всей предыдущей истории которые мы смотрели то есть он достаточно логичного и отразил достаточно консенсусная консенсусное отношение этих ребят перспективам доллара то есть это их объективная реакция именно поэтому и возник такой психоз 20 к началу 20 года вот здесь когда возникла угроза пробоя но мы сейчас увидим угроза пробоя максимума 12 года 2012 года и связывая вот этот фрагмент сегодняшним днем что можно сказать все избрался в двадцать втором году и владимир владимирович точно будет избран всем нашим народом через пару недель а если вам родим из отсчет нужно даст еще пару интервью на пару миллиардов человек из денег европейские и американские голосования на 10 15 процентов только колдун только пророк лет через сто двести узнаем чтобы остановить падение доллара и развал экономики сша была выдумана чумка начале двадцатого года вот примерно здесь в конце 19 начале двадцатого проект запустился и лукдаунами был нанесен удар по всей мировой экономики то чтобы естественное падение американской экономики не сильно бросалась в глаза была приторможена вся мировая экономика но это как очень хорошо увидим когда будем смотреть доу джонса золоте дополнительная чумка создала повод для эмиссии не обеспеченных нескольких триллионов свежих долларов для перекредитования закредитованы под самым не болусь американской экономики бардак на внешних рынках слегка усилил доллар во второй половине двадцатого года вот здесь вот но золото не опустилась ниже начала чумки то есть ниже вот этого места в первой половине двадцатого года более того сожмем этот график немножко поуже то есть возьмем перспективу побольше в 2020 вот здесь произошел максимум 2011 года а это означает точно это очень масштабная картина а это означало что в экономике штатов за этот период накопились какие-то очень крупные негативные изменения что поставило под угрозу устойчивость и статус доллара именно так сначала реальная экономика а потом уже статусы валют перед долларов за последние несколько сотен лет веровыми валютами побывали испанские и португальские деньги голландский гульден и французский франк британский фунт после него уже был и вот доллар пока американский я сейчас не пытаясь сделать глубокий анализ или разводить какую-нибудь конспирологию единственное что нам нужно это масштаб реальных событий и масштаб тенденции к доллару то есть мы смотрим только на масштабные события которые происходят на масштабные движения золота и масштаб событий которые их сопровождает как правило после движения золота чумка в 2020 вот здесь только качнула мировую экономику но поскольку будучи не избирательным инструментом также нанесла вред и уровне доллара может быть даже больше чем другим экономика но она позволила нарисовать огромный объем не обеспеченных долларов то есть реальные объемы производства в штуках в штуках метрах и тоннах упали объем фиатных денег то есть объем расчетных единиц вырос и на одну денежную единицу стало приходится меньше конкретных материальных ценностей в том числе и золото это показывает вот эти вот синенькие циферки вот они они обозначают обеспеченность денежной базы сша золотом обратите внимание что ты тысячи восемнадцатого вот здесь обеспеченность денежной базы сша золотом было 20 процентов потом к 2023 году вот к этому времени золото выросло почти в раза обеспеченность осталось практически тоже самый вот 20 23 это означает что за этот период не обеспеченную денежную базу практически удвоили в основном это произошло в 21 23 и 22 года то есть примерно вот здесь сразу после чумки и вот в этом месте примерно вот здесь вот все это происходило это сразу должно было отразиться на курсе доллара к золоту и в общем начало в конце двадцать первого года вот здесь вот пробой сначала максимума ноября вот этого места двадцать первого года а потом максимума июня двадцать первого года вот этого места должен был привести к очень серьезному росту золота и резко увеличиваю и резко увеличивая вероятность и резко увеличивая вероятность пробоя максимума 20 года то есть вот этого места и дальнейшего существенного роста я об этом говорил еще в первом долгосрочном и среднесрочный прогнозах золото в конце двадцать первого года то есть тогда был этот ролик ссылка на эту трое частный экране и под этим видео его описанию его описание золото не дала пробить максимум 2020 года только провокация против россии и втягивание ее в свой механизм этого очень простой я имею ввиду укрепление доллара военно-политическая нестабильность временно повысила спрос на доллар немного больше чем на другие валюты и поэтому он в двадцать втором году вот здесь вот укрепился и золото и другим валюта эффект исчерпал себя концу двадцать второго года примерно к этому месту золото опять развернулась и пошло вверх то есть доллар опять начал падать хочу особенно подчеркнуть у вас может сложиться ощущение что я пытаюсь создать у вас впечатление что кто-то сидит смотрит на курс золото и как только доллар подходит к опасным уровнем начинает дестабилизировать мировую обстановку на самом деле ситуация выглядит несколько иначе золото только показывает что в экономике штатов и долларе очень серьезные проблемы золото почти ничем не рулит в прямую а является только нерой этих проблем таким своеобразным градусником и в долгосрочной перспективе почти бесполезно дергать ставки стимулировать покупку свежих долларов мира все это временные меры не способны в корне изменить ситуацию на самом деле пытаться управлять экономикой только при помощи процентной ставки это что-то вроде карга культа а движение золото этой реакции части тех кто создает правила на денежных рынках и следить за выполнением этих правил вспомните наши наш долгосрочный анализ и прогноз трактовка сегодняшней долгосрочной картине то есть вот всей вот этой определялась всей конфигурации золото начиная с восьмидесятых годов а в общем-то даже и раньше шестидесятых семидесятых включая и затянутую коррекцию золото в девяностых годах и почти безостановочным взлетом но здесь на кусок сейчас посмотрим на эту картинку и сейчас пробои важных максимумов золота только увеличивает правильность нашей долгосрочной картины технический пробой золотом в декабре двадцать третьего года вот здесь вот максимума двадцатого года играет именно такую роль в норме это должно было произойти раньше двадцать первом году это должно случиться но затеиваниями штатами нестабильности в мире и дергание ставок немного затормозило развитие этого сценария но не отменили в этом смысле пробой золотом декабре двадцать третьего года максимума 20 является очень настораживающим событием технически он играет такую же роль как и попытка золото пробить этот максимум двадцать первом году то есть эти ситуации идентичны но здесь пробой уже произошел то есть угроза еще более серьезно для доллара попытка штатов увеличить международную эскалацию и в первую очередь в европе 2023 при помощи так называемого контур наступа пока ощутимых результатов не дала и золото увеличив пробоем максимума 2020 года и подтвердил и и и и и увеличив вероятность картины масштабного роста этим подтвердила нарастание критических проблем в американской экономике и в долларовой системе соответственно о проявлении этих проблем в фиатном реале вы все наверное слышали это нарастание гигантских двойных торгового и бюджетного дефицита в экономике штатов а также зашкаливание общего долга экономики штатов за 300 процентов но это все вместе частные корпоративные государства у всего этого есть совершенно объективные физико-экономические причины непонимаемые запада но их отлично понимает вв и это лежит в основе его стратегии вывода мира из того циклопического кризиса тысячелетия в котором мы сейчас постепенно входим и карга культ форме двигания к кровати в публичном доме пардон процентных ставок не поможет но мы сейчас не об этом технический масштаб пробоя максимума 2020 года то есть технический масштаб сопоставим с пробоем максимума 11 года он подтверждает развитие картины такого же масштаба то есть увеличение вероятности падения доллара в ближайшие в ближайшие годы подчеркиваю ближайшие годы а может быть и пятилетки в разы перед пробоем максимума 11 года вот здесь в двадцатом году в качестве превентивные меры то есть вот здесь это была превентивная мера было выбрано было выбрано события масштаба в чумке какой-то всемирный стратегия что стратегия штатов сейчас неконструктивно речи о реальном исправлении ситуации в собственной экономике не идет избрана стратегия соответствия со старинной ул-стритовской поговоркой сам падай на конкурента толкать впереди себя в 22 в качестве превентивной попытки нивелирование негатива в собственной экономике было затеяно сатиба события масштаба провокации военных действий на при черноморском твд помогло на время вот она но относительно потенциала штатовских внутренних проблем сейчас этого уже маловато быстро глянем на историю событий примерно такого же технического масштаба как мы сейчас обсуждаем и на и на то события какого масштаба были тогда затеян для этого час года перейдем сейчас пока смотрим на пробой максимума 80 года вот здесь пробит он был в 2008 году вот 2007 2008 год сам пробой 2007 и значит в качестве превентивной меры которая должна была остановить падение доллара был смастерен кризис масштаба 2008 года вспоминаем что тогда в 2008 году еще была попытка запада затеять быструю маленькую победоношную войну против россии в грузии очевидно что ни то ни другое доллару не помогли вот так все потом происходило и как я уже говорил остановить обвал удалось только в 2012 вот здесь арабской весной и сирии вместе с ливией дальше сейчас мы находимся сейчас мы находимся во внутреннем волновом пробое первой волны в 3 зеленый чего-то на 3 зеленая пробой 1 внутри волновой пробой первой волны очень неплохим аналогом такого внутри волновой пробоя только в первой зеленой то есть вот в этой волне большой зеленой волны является максимум 70 пробой волны первой волны тридцатых сороковых 50-х годов вот она они давайте сначала глянем пробой максимума 7 4 вот здесь вот это в общем-то третья волна но это не важно ну пока это не важно потом еще дальше смотрим когда произошел этот пробой опаньки семьдесят восьмой год что тогда произошло в 70 в 1978 году правильно ссср был спровоцирован и втянут в войну в афганистане параллельно с этим штаты перетянули на свою сторону семь четвертом в семь четвертом году китай и он очень активно участвовал аганском конфликте на стороне талибов если подходить строго технически то сейчас наиболее вероятны мы все-таки находимся то есть мы находимся наиболее вероятных пробои первой волны а это значит что нужно смотреть что смотреть нужно именно пробой первой семьи волны вот этой в первой большой зеленой волне то есть васи вот в этой то есть вот она первая пробой ее происходил в начале семидесятых это в нашей ситуации не принципиально то есть что мы так вот смотрим достаточно широко поскольку мы не пытаемся делать таким образом точный прогноз мы просто смотрим масштаб реальных событий сопровождавших примерно одинаковые с точки зрения с точки зрения наверно там формы или топологи или топологии знаковые изменения на рынке золота то есть здесь первая волна пробивается и здесь тоже первая волна проявляется если мы посмотрим на первую волну 30 года в качестве первой синей волны мы можем констатировать что развитие этой первой волны то есть само ее развитие остановила то есть если здесь у нас было кризис 2008 года и грузинская война и это не помогло потом арабская весна что здесь остановила первую волну предотвратила как скажем так то есть существенное развитие остановил ее правильно вторая мировая война вот здесь которая была она и затормозил этот кризис я здесь подробно это разбирать не буду вы это можете посмотреть в ролике анализа истории золота с 19 века ссылка на этот ролик сейчас на экране под этим видео его описание но напомню что ключевой мерой тогда в штатах направлено на вывод владельцев американского капитала из великой депрессии была на самом деле не война а ключевой меры была девальвация доллара к золоту это снизило долю реальных расходов капитала на труд и соответственно попала по правило упавшую в минус минуса рентабельность ну и последующая война по переспределила заказы а одним из превентивных мероприятий по предотвращению пробоя вверх первые синие волны тридцатых было экспансия то есть когда уже речь шла не о том чтобы остановить первую а чтобы предотвратить пробой максимуму волны 30-х годов был вот здесь была экспансия штатов во французский индо-китай в 60-х вот здесь штаты залезли во французский индо-китай то есть во вьетнам эта экспансия в конце концов закончил сьетнамской войной и поражением дни штатов что и спровоцировала подчеркиваю не явилась причиной а только спровоцировала пробой вверх первой синий волны вот у нас пробой произошел и соответственно это дало сдала старт масштабной девальвации доллара вот она и происходила все 70-е годы еще раз подчеркну что не золото 7 движет никто не смотрит на графике золото при принятии решений хотя и это важно всем управляет физико-экономические законы реальные закономерность то есть природные силы а золото является только градусником или вольтметром с учетом сказанного если пытаться проводить аналогию событий соотнося ее с характера динамики золота то события на востоке начала десятых годов здесь сыграли примерно такую же роль как начало второй мировой войны то есть как события конца тридцатых годов здесь подчеркиваю только как начало все эти события на ближнем востоке приостановили кризис долларовой системы но по сравнению с сороковыми годами годами сделаны сделали это очень ненадолго еще хочу на что ваше внимание обратить здесь у нас один масштаб это первая зеленая волна масштаб третьей волны может быть на несколько порядков больше соответственно здесь мы имели дестабилизирующие военно-политические события ну примерно с конца тридцатых там середины тридцатых годов наверно скорее всего говорить то есть примерно лет там 10 наверное здесь события могут быть гораздо меньше и гораздо масштабнее потому что сам масштаб третьей волны гораздо больше ну и соответственно там все круче гораздо поскольку экспансия на ближний восток там сирии либо там и так далее не очень хорошо помогли в 2014 году штаты начали прямую военно-политическую экспансию бывшего ссср то есть зона безопасности россии и параллельно началась экспансия в закавказье и среднюю азию грузия армения казахстан киргизия поэтому исходя из того что все мировые войны провоцировал финансовый капитал для продвижения своего главного оружия доллара события начала десятых годов вот это то есть события всех десятых годов начала 20 условно можно называть аналогом начала второй мировой то есть только начала как я уже перед этим говорил очевидно что поскольку для классификации событий не используем структуру кризиса долларовой системы а для ее описание в свою очередь используем золото то очевидно что в дальнейшем классификации реальных действий вы уж извините но будет носить отголоски технического анализа все-таки я не военный и не были не политолог не политолог поэтому чисто технически после пробоя максимума двадцатого года то есть вот здесь он произошел декабре 23 года быстро растет вероятность событий масштабов чумки с во арабской весны кризиса 2008 года поражение сша в вьетнамской войне или одну отмена золотого обеспечения доллара то есть вот масштаб таких событий но совершенно очевидно что прямое повторение этого невозможно потому что говорить об увеличении вероятности изменений поэтому можно говорить об увеличении вероятности изменения валютной системе мира сопоставимых с бредом лучше 44 года вот здесь это фактически финал как бы или си майка 76 года это уже было вот здесь примерно когда золото пробило максимуму февраля и января в годах не видно как бы и затем приблизилась максимум к максимуму 2023 года это резко увеличивая вероятность того что какие что что какие-либо события будут именно долларовой зоне то есть внутри и скорее всего в самих штатах причем это будут какие-то достаточно циклопические циклопические такие события которые наиболее вероятны приведут к дальнейшему росту вероятности существенного падения доллара к золоту помните пожалуйста что о том что мы помните пожалуйста о том что мы с вами смотрим на годовой график и понятие скоро здесь это как минимум одна тысячи то есть это годы а из события то может быть какой-нибудь природный или техногенный катаклизм эскалация предвыборных баталий до уровня откровенного мочевого или какой-нибудь циклопическое банкротство вплоть до дефута штатов поскольку владимир владимирович за два года очень сильно сократит для запада и в первую очередь для штатов пространство непосредственного военного и санкционного воздействия на события это подталкивает штаты к использованию последнего инструмента к повышению процентных ставок очень невыгодного для всей экономики но это фактически уже такая ну последняя отчаянная мера который до конца нужно избегать штата ночь и чем выше будет расти золото тем быстрее и сильнее будут будет падать стоимость долговых обязательств сша пусть но в таки будут расти коммерческие именно рыночные ставки это будет увеличивать вероятность повышения ставок уже ставок фрс что повлечет за собой увеличением банков и резкое снижение вероятности реализации плана сша о военной индустриализации еще раз я говорю о годовых графиках соответственно сроки такие же то есть не завтра там в четверг там или после 8 марта все это начнется вспоминаем что все инвестиционные проекты при повышении ставок валятся а реиндустриализация хоть и военная это все же инвестиционные проекты хоть и очень большой и на мой взгляд это самый главный театр военных действий то есть вы пока запада вот есть вернее не военных действий а военно-экономических действий и на нем наш цб делает все абсолютно верно потому что за последние 10-15 лет мы изменили схемы финансирования наших внутренних инвестиций перенеся ее из коммерческого западного и нашего финансового сектора в правительство которое не прибыть не обременено такими долгами как американское правительство ну а соответственно действия цб они в общем-то поощряют подъем ставок в штатах второй вариант скажем так который стал уже сейчас маловероятным если же в ближайшее время до пробоя максимум 23 года то есть вот этого места все-таки будет пробу пробить минимум декабря 20 года то это будет говорить о росте вероятности какого-либо 1 низких очень масштабных негативных событий за пределами штата и отметьте связи с этим появившийся именно в последние пару месяцев в европе понуждаемые американскими пинками испуган испуганный бубнешь европолитиков по поводу войны с россией это попытка англосаксов эскалации по черноморского твд и соответственно ухудшение экономической ситуации в европе но с пробоем максимум февраля и февраля и января 24 года вероятность этого сценария резко уменьшилась и она почти закроется если будет пробить максимум 23 года золото уже фактически там находится вы спросите о чем думают так называемые начальники и в союзах и его ключевых стран они не думают по отношению к своим странам и народам они работают сейчас гробачевыми гайдарами и чубайсами и кстати за очень немаленькие зарплаты но естественно за распилы бюджетов пользу хозяев и себя любимых из пробоем максимума февраля и января в золоте включился обратный отсчет сноса этих или в европе если произойдет максимума декабря двадцать третьего года то этот таймер затекай быстрее и очень сильно вырастут риски масштабных спорадических решений клипик клики западных управляться вы имеется виду западноевропейских возможно еще два-три сцены сценария увеличения вероятности в зонах пытающихся конкурировать с долларовой зоны и которые она рассматривает как потенциальные источники ресурсов для себя конкуренты потенциальные источники рекорд ресурсов для долларовой зоны это европа остатки британской империи во главе с англией китай япония и индия ну и соответственно россия которая не очень получается универсальным ключом для дестабилизации их всех кроме россии это взрыв ближнего востока эту закладку мы уже давно иди оружие расчехлено еще в начале десятых годов и снята с предохранителя 7 октября двадцать третьего года эскалации палестино-израильского конфликта это его основной экономический но геополитический то есть геоэкономический смысл это потенциальный взрыв ближнего востока дополнительная аргументация американцев европе чтобы то усерднее проявляла атлантическую солидарность британия в этом этюде 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 пытается вести собственный контур игру но это ухудшает управляемость ситуации и увеличивает неопределенности и риски окончательный взрыв ближнего востока это инструмент не избирательного нефтяного огнемета по всей мировой экономики он может помочь штатам но может помочь штатам надолго существенно сократить производственные потенциалы европы китая индии японии и великобритании а также через военные поставки закрыть тему долгов штатов ближним востоку и другие страны финансовые экономические последствия возможного не на ближнем востоке всех против всех будут аналогичным посредством 1 и 2 мировых но такой сценарий усилит россию поэтому для штатов пока не взяты под контроль и не заблокирована россия такой сценарий опасен справа но спровоцировать его может падение нефти даже до уровней 30 50 долларов за баррель поскольку себестоимость большинства американских сладцев месторождений находится выше и промышленная инфляция быстро поднимает эту себестоимость а поскольку сланцевый газ в основном является сопутствующим продуктом то это и его сделает нерентабельным и тогда начнет ломаться вся экономическая схема поглощения и монополизации мировой экономики глобальными ростовщиками контролирующими эмиссию доллара по анализу и прогнозу динамики золота к доллару мы с вами сделали вывод о том что с начала марта резко выросла вероятность негативного сценария именно для долларовой дома для долларовой зоны и всей долларовой системы форма в которой будут усиливаться которые будут усиливаться этот кризис очевидно наиболее вероятно что это не будет кризис падения долларовых активов там фондовых индексов и так далее наоборот наиболее вероятно что в долларах они будут или расти или болтаться на месте но в этом случае скажем так то есть если будут расти ставки то упадет стоимость государственных облигаций американских более информативным показателем в этом сет в этой ситуации является динамика стоимости этих активов золота имеется ввиду фондовых именно она определяет реальную картину картина в долларах сначала двух тысячных больше показывает инфляцию доллара чем рост реальной стоимости активов например индекс долл золоте до сих пор пока так и не превысил своих значений 2007 2008 года не говоря о значениях конца девяностых начала двухтысячных золоте вдову и других мировых индексах картины в общих чертах похожи на картину недвижимости который мы с вами разбирали ранее ссылка на этот ролик сейчас на экране и в описании ролика под этим видео эти сценарии мы будем разбирать позже но если мы не будем успевать до них дойти до каких-нибудь до каких-нибудь значимых событий я буду давать текущие комментарии но в первую очередь нас интересует наш собственный российский сценарий поэтому в следующих двух частях мы скорректируем прогноз золото к рублю и доллара к рублю последний прогноз который мы по ним давали в конце лет начале осени прошлого года практически полностью реализовался и сейчас самое время его подкорректировать и продлить тем более что там сейчас в рамках нашего с вами долгосрочного прогноза создались предпосылки для развития его следующей среднесрочной фазы поэтому чтобы не пропускать ролики подписывайтесь на наш канал пока это бесплатно еще раз коротко резюмирую результаты этого ролика мы с вами определили что сильно выросла вероятность реализации долгосрочного сценария существенного роста золота в долларах также мы определили критерии наращивание среднесрочной длинномесячной позиции они были реализованы в пятницу 1 марта и реализация этих же критериев является хорошим местом для возврата в позицию полностью золоте плюс небольшая долгосрочная позиция 37 процентов онлайн котировки в масштабе меньше месячного можно посмотреть на сайте финал ссылка на график закрепленном под этим роликом сообщение еще одно напоминание полученный нами результат никак не относятся к форме операции то есть наличное золото или монеты обезли обезличенный металлический счет в золоте и биржевое золото все они будут вести себя примерно одинаково отличие будут только в спредах то есть в разнице между текущими между текущими курсами покупки и продажи для металлического золота и обезличенные металлических счетов эта разница колебится в пределах 8 12 процентов для биржевого золота это менее 0 1 процента то есть биржевая разница между покупкой продажи меньше примерно в 100 раз чем для наличного золота или счетов омс в общем отличие примерно похоже на отличие наличного и безналичного доллара но только больше а системные риски у безналичного биржевого золота ласи примерно такие же или даже меньше чем у пластиковых карт которые мы с вами пользуемся каждый день случае если у вас возникнет желание начать немного работать через биржевую счет то ссылки на то как это можно удаленные быстро сделать честно также закреплена под этим роликом сообщение но прежде чем делать это обязательно еще раз посмотрите мой ролик о том как это делать более правильно безопасно и эффективно ссылка на него также закрепленном сообщении но с другой стороны если вы теоретически допускаете для себя возможность торговли на бирже то счет лучше открывать за несколько месяцев до того когда может быть наверное вы может быть что-нибудь начнете делать тем более что можно открыть нереальный счет одевы с виртуальными ничего не стоящими вам сотни тысяч рублей тем более что этот и другой счет совершенно бесплатно открытие биржевого счета не означает что нужно немедленно бежать и что-то покупать и продавать вовсе нет сначала нужно освоиться подучиться хотя бы немного именно поэтому необходимо все делать спокойно и заранее я покажу это на примере прямо из этого ролика из нашего с вами анализа и общения предположим что вы согласны с тем анализом который я привел и с теми критериями увеличение позиции золотика о которых я говорю неправильное поведение еще раз повторяю так себя вести нельзя еще раз неправильное поведение завтра или сегодня же вы удаленно открыть открываете живую счет тут же закрываете все депозиты вытащили все заначки и завели все это на биржу или не дай бог не имея собственных денег взяли кредит и его отправили на биржу потом в ппх как минимум несколько дней разбирались с тем как фактически выставлять заявки и совершать операции с тем как они отражаются и как следить за результатами что-то в спешке недопоняли недосообразили и в диком напряжении совершили первую операцию а все деньги в таком гоне очень легко совершить какую-нибудь чисто техническую ошибку так нельзя такое поведение подчеркиваю чрезвычайно опасно на самом деле начинать нужно сильно загадя до первой сделки не для выполнения конкретной сделки или чьей-то рекомендации по рынку а с осознание что этот путь при должном к нему отношении может принести вам пользу и выгоду например для того чтобы воспользоваться результатами и выводами о которых мы сегодня с вами говорили в этом ролике путь к открытию счета и торговли на бирже необходимо было начинать как минимум запах пару месяцев назад и двигаться примерно по той программе которую я писал в одном из роликов ссылка но кого я уже упоминал цирка ссылка конкретно на этот сюжет в этом ролике закрепленном под этим видео с точки зрения привлечения вас к нашему с вами каналу мне конечно необходимо сейчас на супе рови так сурово и с гримасы мудреной озабоченности голосом уставшего чревовещателя сказать вам что всему что скоро всему жопа если вы не будете смотреть мои ролики это вы не обязательно попадете вовсе нет я не пытаюсь организовать какую-нибудь секту мир как существовал так и будет существовать не важно что происходит вокруг нас важно как мы к этому относимся и что мы делаем соотносясь со своими знаниями и опытом которые приобрели поэтому пользоваться нужно разными источниками знаний и информации священных книгах же написано не сотвори себе кумира на этого решите откланяться и до встречи в следующем ролике